Многие спортсмены спрашивают, как тренироваться, и задают такие вопросы. Можно ли, например, одним отягощением стать чемпионом? Я отвечаю, что нельзя. А твое какое мнение на это счет? В общем, каждый ищет какую-то универсальную тренировку, какую, если он будет тренироваться, а каждый спортсмен станет чемпионом мира. Такой тренировки, конечно, нет. Это каждый спортсмен тренируется по-своему. Человек должен, во-первых, чувствовать сам себя, чувствовать сам свои руки, чувствовать просто свой организм, чувствовать свои мышцы, потому что не каждый имеет укрепления, допустим, мышцы такие, как... Не каждый имеет одинаковые, допустим. У одного идёт быстрее вверх, медленнее крюк, один имеет связку побольше, посильнее, второй нет. Это каждый должен найти просто своё. Что касается тренировок, тоже нет универсальной тренировки. Но всё-таки какая-то золотая середина есть? Сколько нужно там отягощения, как отягощения, спарринги и тому подобное? Можно научиться только правильно тренироваться. Я бы так сказал, правильно тренироваться, а именно опыт, но и технически, да? Технически тренироваться. То есть не только тупо поднимать больше железа, да? А просто тренироваться, чувствовать все мышцы, чувствовать просто мышцы верха, чувствовать мышцы крюк, чувствовать связку, чувствовать кист, чувствовать все развороты. Чувствовать просто армрестлинг, я бы так и сказал. одно чтобы я тоже передавал передал спортсменам не травмироваться потому что человек если травмируется делает а чего возникают вот эти травмы во первых надо хорошо разумнуться или перед тренировкой перед борьбой просто хорошо разминуться чтобы просто все связки все маленькие мышцы небольшие большие мышцы не порвутся лучше всегда маленьким есть маленькое укрепление и самое главное хорошо разумнуться перед каждой борьбой перед тренировкой это во первых во вторых конечно конечно ошибки на тренировках все забрал короче большие весы резко дернул никто ему не помог резко отпустил резко забрал там тоже часто бывают травмы в третьих просто перегрузка перегрузка с борьбы и перегрузка с тренировки в четвертых тоже короче что касается самого боя в тяжелой борьбе именно на соревнованиях чаще все убивают именно у себя сам на себе я могу на тренировках не травмироваться но на соревнованиях практически всегда у меня руки болят хотя я не имею тяжелой борьбы но всегда у меня после на соревнования после соревнований руки болят как минимум две три недели но вот твои травмы которые это у тебя есть сейчас данный момент на правую руку ты можешь отнести к разряду травм из-за неопытности в прошлые года ты получил или все-таки она получилась с тем что уже устарел сустав или там стерся сустав или еще что-то я бы сказал 50 на 50 одно что сделал первая причина почему так получилось почему сначала ты сделал операцию в мае на сегодняшний день я знаю что ты не очень довольны этой операции она все равно тебя так очень много не помогла на самом деле что касается моей операции просто докторе не могли обсудить что у меня в локке происходит из не знали где проблем не знали или это какой-то связка укрепление сустав надо это все было открыть доктор открыл сустав нашу проблем да это все связки стерты суставе стерты даже до кости до самой кости то есть растут нету гиариного хряща вообще очень тут на некоторых местах есть такие есть просто такие места где нет нет вообще на сближ на тому почему именно вот так случилось но это скажем так даже если спортсмены тренируется тяжело тренируется но такое явление скажем не часто да есть она в нашем спорте есть она в спорте таком как теннис там например тоже у них там это не локос теннисиста да теннис локос но все равно такое ну скажем так стирание сустава до такого уровня можно наблюдать в человека в возрасте скан 50 60 лет но не в твоем возрасте почему так произошло и чего не хватало почему именно вот этот хрящ ушел почему почему сейчас уже ничего не нужно сделать или вообще есть еще какие-то методы чтобы это восстановить и сделать так методы конечно я думал что есть канадо найти такую методу металла уже пробовал методы разные не дешевый может быть помогло только только чуть-чуть потренировался чувствую что у меня еще побаливает чувствующих есть лучше было хуже из лучше но надо еще подождать время, потому что хрящ тоже не нарастет за месяц или за два месяца. Хрящ это конкретная ткань, ткань, которая должна браться с чего-то, имеется в виду, что есть препараты, которые восстанавливают вот эту ткань, конечно, конечно, не в сто процентах не сделают такую, как она у молодого человека, вырастут, вырастут за какое-то время, конечно, как в общем, пил препараты как CISUS, пил препараты как глюкозамид, хондроэтин, МСМ и так далее. Ходила на такую, называется, плазмотерапия, если зрители знают, что это плазмотерапия, просто забирают человеческую кровь. Но ты чувствуешь, что вот эта боль именно в суставе или боль другая, потому что связки другие, связки по-другому. Нет, это не касается связок, это касается сустава и самой суставе, самих костей, мне просто, просто сам, слышно, да, у меня просто хрящ, просто есть просто хруст, или в некоторых местах у меня вообще руку засекает, не могу ее разгибать, да, то есть внутрь что-то не в порядке, но я чувствую уже лучше потихоньку останавливаться, но это будет еще процесс как минимум одного года, да. В чем был проблем? Проблема в том, что я уже занимаюсь амрестлингом пару лет, я занимаюсь так, что я тренировался всегда на сто процентов, да, всегда на сто процентов, это во-первых. Во-вторых, за мной уже много соревнований, в некоторых годах я ходил на больше десяти соревнований в год, то есть больше десять. То есть ты, вот скажем сразу же, вот после этого слова скажешь, можно сказать так, что молодые спортсмены не рвали свои силы и не распылялись, например, на такое количество, большое количество соревнований в год. Да, это во-первых. Во-вторых, правильные тренировки, да. Я как молодой, мне рассказывали, помню, и Ян Германус, и тренер, я просто, как у меня была голова спортсмена, хотелось бы много бороться. Я, у меня когда было 16-17 лет, я боролся по юниорам и по взрослым. Было у меня, допустим, чемпион мира по юниорам и вице-чемпион мира по взрослым, 17-летним, да. Ну, силы было только на счет того, у меня сейчас проблемы, да, просто не смотрелось. Я боролся на соревнованиях по юниорам, по взрослым, а потом еще после соревнований наборолись просто к смерти, да. Мне это было хорошо, я просто... На боковом столе? На боковом столе, да. Я просто рос, сила выросла, очень, да, и набирался очень резко только... Ну, сейчас просто проблемы из-за этого, да. Проблемы тоже из-за тяжелых тренировок, что я постоянно-постоянно тренировался практически как минимум 10 месяцев в год, а занимаюсь арвестлингом с 2001 года, то есть уже 12-й год получается. И... Ну, я обескал. Много соревнований, тяжелые тренировки, не было такого опыта, не следил просто за своей рукой так, как надо было чуть-чуть. Я просто думал, рука железная, и рука оказалась не железная, да. Ну, это все. Ну, вот, твои, как бы, многие твои успехи приурачивают к тому, что ты начал ездить на Украину и, как бы, брать уроки в Рустама Бабаева. Так ли это на самом деле или нет? И что тебе помогло ему на тренировках с Рустамом? Конечно, да, очень помог Рустам как тренер, потому что он во мне нашел ошибки, которые я или не знал, не замечал. Ну, просто он видел, как я борюсь, видел, где есть, в чем есть какой проблем, ну, это самое, и начал мне этот проблем показывать. Научил меня просто и технике, научил меня правильно тренироваться, правильно питаться, просто много, чему меня научил, да. И я, как спортсмен, начал тренироваться сам. Мне за самого начала не помогал практически никто, пару человек, только они тоже только учились, да, каждый только учился. Ну, и был Рустам, который уже практически все знал, много чего знал и просто всем мне рассказал, всему меня научил. Ну, а я сейчас мог, я после этого мог учить своих учеников, своих, просто своих, эти самые, учеников, своих людей, спортсменов, которые тоже хотели заниматься арвестлингом. То есть, конечно, Рустам много чего помог и много чего мне дали, вот такие тренировки на Украине. На последнем спарринге, который ты ездил на Украине, ты говорил, что там есть, было много спортсменов, но вот это большое количество спортсменов дает возможность попробовать руку у каждого. У каждого, и тем не менее, что дает именно такие спарринги для, скажем, спортсменов-профессионалов, а что могут дать для начинающих? В общем, когда спортсмен борется на соревнованиях, борется, допустим, 5-6-7 раз, да, на одну руку, на один соревнованиях. Каждая рука одинаковая, да, то есть, каждый, один имеет крюк, второй вверх, один имеет толстую руку, второй маленькую руку, один быстрый, второй медленный. И на тренировках надо просто бороться с большим количеством рук. То есть, просто спортсмен уже знает, уже набирает просто очень быстрый опыт, уже держал в руке и такую руку, и такую руку, и такую руку. Не только одну руку, с которой тренируется на спаррингу, допустим, постоянно, да, несколько лет, несколько месяцев, просто постоянно. Знает уже, как, просто уже чувствует на соревнованиях, что такая рука надо так, или такая рука надо просто чуть по-другому, да. Так что, для опытных спортсменов, это очень, думаю, просто опытный спортсмен, да, он поможет. Самое главное, сделать очень хорошую форму перед чемпионатами, как золотой тур, чемпион мира, чемпионат мира, чемпионат Европы. Для начинающих, в общем, начинающим, конечно, поможет каждый спарринг, каждый спарринг, тоже учатся, да, как и опытные учатся, делают форму физическую, психическую на соревнованиях, да, так начинаются и начинающие учатся на большем количестве рук, тоже набирают опыт, технику. Только начинаешь, начинают до самого начала, а опини только добавляют и психическую, физическую форму до соревнований, да, я бы так и сказала, то все.